Всем привет! Меня зовут Скрэйч, и мы продолжаем играть в Майнкрафт, и сегодня со мной Скрипер! Хей! Всем привет, друзья! С вами с тобой, Скрипер, и добро пожаловать в новое видео! Погнали! В общем-то, ребят, как вы можете заметить, у меня появился новый дракон, которого зовут Драга. Если что, он появился у меня на последнем стриме. Ссылочка, где я провожу стримы, кстати, будет в описании. И, короче, я сделал костюм ниндзя, который вот так вот умеет делать надуваться. Нифига! Классненько! Круто-круто! Я тоже такой себе хочу! Вообще, братан, в этом же моде есть целая куча разных драконов. Может быть, как-нибудь с тобой запишем серию про драконов, где мне тоже найдем какого-нибудь синенького дракончика. Да, хорошо, без проблем. Найдемте драконы. И также, ребят, я покрасил свой меч в розовый! Опа! А у меня в красный. Мой даже светится лучше! Так, ладно, короче, ребят, сегодня мы со Скрипером будем становиться богами. Но путь нас будет нелегок, то есть для начала нам придется создать палочку волшебника. Но мы уже сможем обладать некоторыми заклинаниями по типу материализации предметов. То есть мы из обычной кожаной шляпки сможем сделать какую-нибудь невероятную шляпу с кроликом, ё-моё! Ух ты! Слушай, ну давай попробуем, окей? Да, короче, для начала нам понадобится что? Правильно, 4 булыжника и 2 палки. Всё, больше нам ничего не надо. Всё лишь, чтобы стать богом, да, так сказать, прийти к богу. Нам нужно 4 палки и камень. Да, ну больше ничего. Ну а чё ещё нужно для этого? Так, смотрите, ребят, выкладываем палочки вот так и выкладываем булыжник вот так. И получаем визард став, который выглядит вот таким вот образом. Ух ты, а для чего это нужно? Это нужно для того, чтобы мы сюда запихивали различные предметы. И мы благодаря этим предметам будем получать различную магию, божественную магию. Но перед этим, ребят, конечно же, подпишитесь на канал, если вы ещё не подписаны, ну и влепите лайк. Давайте так, 5 лайков, приходит Родион, приходит Лоня, приходит Мистик. И мы все вместе тут тусим, бегаем и будет очень круто, да? Конечно, ребята, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Так, Скрипер, смотри, для первого, так сказать, божественного заклинания нам понадобятся часы. В принципе, ничего сложного, 4 золота, 1 редстоун, часики готовы. А чё это будет за заклинание? И откуда здесь свинозомби? Я что-то не могу понять. Да я такая, снизу вот из этого приходят. Заваливай этих свинозомби, у тебя как бы меч лазерный есть, не забывай. А, точно. Так, ребят, выходим на улицу, можем, в принципе, сюда вложить уже часы. И смотрите, мой посох теперь вот так вот божественным образом держит часы. И выглядит это безумно круто, Скрипер, смотри. Ты где? А, вот он ты, чё ты там делаешь? Олочки, здорово, да я там прогуливался, зомби убивал, а что у тебя теперь? Ничего себе, посох с часами? Да, и смотри. Два мульта, да мне часы. Смотри, я могу смотреть на солнце, и вот таким вот образом, правда, уходит мой уровень. Нифига, ты типа можешь управлять временем? Да, я могу перетаскивать, я бог, я перетаскиваю луну. Чувак, это просто нереально крутой мод на самом деле. Я прям сейчас типа, ну, не драматизирую, но это вообще офигенный мод. А можно мне тоже такой посох сделать? Ну, делай давай. Хорошо, а что там нужно было? Короче, что, сейчас я возьму просто булыжник, я просто тебе сделаю такой же, и всё. И ты будешь счастлив, да? На, как круто он стоит, посмотри, бургер-бок. А, кстати, ребят, давайте я вам по-быстренькому покажу, что может вот этот костюм ниндзя, перед тем, как показывать следующие божественные заклинания. Во-первых, я могу становиться тенью, то есть я вот так вот становлюсь, и меня не видно. Ну, вообще-то тебя видно, я тебя вижу, чувак. Не видно, я тень. Я могу получить вот такую вот катану. Блин, извини, скрипер. Да ладно, бывает, чё, чё, с кем не бывает? У нас же, ребята, не забывайте, новая система HP. То есть если нас ударяют в голову, то всё, можешь сказать, это уже конец. Да и что ты делаешь? И также у меня есть вот такая, смотри, эйр-катана и поужин-катана. Что это значит? Во-первых, я безумно быстрый. Во-вторых, я безумно высоко прыгаю. В-третьих, я могу отравлять. И я очень сильный. Ой, меч-катана сломалась. Как так-то? Для следующего заклинания знаешь, что нам понадобится? Даже не знаю. Проигрыватель. Проигрыватель? А что мы будем с тобой проигрывать? Мы будем музыку на посохе слушать. На самом деле, я не знаю, что будет, ребят. Но это какое-то новое божественное заклинание. Так, бац-бац-бац. Катану держи, дарю тебе. Вытаскиваем часы, значит, отсюда. Давай, я передаю их тебе. Будешь перетаскивать солнце. Так, ладно, я вставляю проигрыватель вот сюда. Посмотри, как это выглядит божественно. А смотри, что могу. Оба! С двух рук, короче, да? Ага, так, ладно, держи. Пойдём посмотрим, что может этот проигрыватель. Мне аж интересно. Ну давай, давай. Ой-ой-ой, уровень тратится. Стой, погоди-ка, мне почему-то медлительность сдалась. Ааа, я, то есть, накладываю медлительность на всех, кто находится поблизости. И, возможно, не только медлительность, а какие-то ещё негативные эффекты. О, я понял. Что? Ты слышишь сиреноголового? Да, я тоже это слышу. Так, ребят, где-то неподалёку от нас появился сиреноголовый. Это очень плохо. Я надеюсь, он нас не заберётся сейчас. Я тоже надеюсь. У нас же ролик вообще про богов, какой ещё сиреноголовый. Скрипер! Что такое? Ты видишь? Блин. Да. Он прямо здесь рядом. Он прямо здесь. Прямо здесь рядом. Так, я активирую посох, и я сейчас... Что произошло? Его нужно убить, потому что он будет жужжать очень много времени. Знаешь что, чувак, мне кажется, надо вызвать чистильщика. Мне кажется, нужно его убить. И какой, интересно, дроп в этот раз выпадет. Алмазный блок. Если не смотрели прошлую серию про сиреноголового, обязательно посмотрите. Мы там несколько сиреноголовых убили, и нам такой дроп выпал вообще просто. Слышишь? Мне кажется, ещё есть. Так, ладно, давай проверим. Смотри, я атакую свинозомби. Он идёт на меня, и я нажимаю вот эту кнопку, и он танцевать начинает. Ты тоже танцуешь? Не-не-не-не, чувак, иди нафиг. Вот просто берёшь и так, хоп-хоп, два удары. Ну нет, чел, ну чел. Блин, слушай, очень много опыта тратит эта штука, но этого стоит, ребят. Божественный танец, так сказать. Говорим, танцуй, и он танцует. Капец. Так, скрипер, для следующего божественного заклинания знаешь, что нам понадобится? Даже не представляю, что нам нужно? А, а угадай, нам понадобится вот такая штука. Ух ты. Да. То есть теперь ты будешь испепелять всё огнём? Возможно. Давай проверим. Криперок, здравствуйте. А можно... Ооо, он не может ко мне просто подойти. Криперки. Блин, ну эта штука жрёт очень много опыта. Ребят, нужно будет сделать какой-нибудь генератор опыта, чтобы поистине наслаждаться вот этими вот божественными заклинаниями. В принципе, посох довольно-таки неплохой, но из-за того, что мы с вами ещё не профессиональные боги, так сказать, пламя действует недалеко, а то есть рядышком со мной. Блин, ну ладно. Давай тогда с тобой будем, не знаю, прокачивать свои скиллы, так сказать, божественные и смотреть, что там есть ещё. Так, ну для того, чтобы прокачиваться, что нужно правильно? Книга. Давай с тобой сделаем книгу и пирог. Кстати, как она там делает? Забыл же! Я, кстати, вообще нифига не помню. Реально, давно просто вот чисто в Майнкрафте не выживал. Чернильный мешок и пёрышко. В принципе, пёрышко есть. Вот это фигня. Чернильный мешок сейчас добудем. И книг у нас полным-полно. Так что, изи. В новых версиях Майнкрафта подводный мир выглядит просто невероятно. Да, мне тоже нравится. Ты понимаешь, что я сейчас под водой начал задыхаться и меня затошнило? Иди сюда. Всё, давай ты сделай искусственное дыхание. Кстати, когда дракончик вырастет, нужно нацепить на него сёдлышко Драго. Стоп, так он ещё даже не вырос? Нет, он средненький. А, он средненький. Ну хорошо. Так, ладно, книгой беру. В принципе, изи. Надо найти теперь книгу. По-моему, она лежит где-то в магии или в броне или в еде. Где книги-то, ё-моё? А, вспомнил, внизу. Так, вот у тебя есть какие-то книги, смотри. Где? Обычная, пустая. Так, всё, я нашёл, в принципе, книгу. Вижу книгу, вижу фигу. Книга и перо бабац. Ты хочешь посмотреть, что сейчас произойдёт? Ну давай, посмотрим. Сейчас произойдёт обучение до новой стадии. Скрипер, она опыт жрёт. В смысле, в смысле? А что происходит, что происходит? А ну-ка, свинозомбик пошёл отсюда. Давай-ка, проверим, что это такое. Мне, на самом деле, безумно интересно. Эта штука даёт божественное озарение. Только я немножко не понимаю, как она меня божественно озаряет. А можно, пожалуйста, ночь? Я преисполнился в своём познании Майнкрафтерском. Сейчас преисполнимся. Бабац, ночь наступила. Давай посмотрим. Возможно, когда на нас будут идти злые мобы, мы получим реально какое-то божественное озарение. И поистине станем богами. Блин, это так круто. Блин, ну всё возможно, на самом деле. Давай посмотрим. Так, вот, может, на курице сработает. А иди сюда, курочка маленькая. Сейчас на тебе божественное озарение попробуем. Привет. Э, ба-бам. Ой, озарился. Ты что такое? Привет. Я, это, на сеткой стал. Она тебе снесла яйцо прямо в голову, поэтому... Так, божественное... Да ё-моё! А как это божественное озарение работает? Интересненько. Ладно, пойдём найдём... О, Крипер. Здравствуйте, Крипер. Давайте на тебе протестируем божественное озарение. Активируем божественное... Что? Слушай, мне кажется, я знаю, как работает эта штука. А ну-ка, попробуй меня ударить. Ещё, ещё, ещё. Чё ты не умираешь? Стоп, подожди, стоп, подожди. А чё ты не умираешь? Пей, блин. Непонятно. Но, видимо, мы получили божественное озарение, и теперь мы станем гораздо сильнее. Так, теперь, Скрипер, мы получим дьявольское, знаешь, даже не божественное, а больше дьяволское заклинание. И для него нам понадобится, кто? Правильно, тыква. Блин, я не могу найти тыкву. Ладно, сейчас найдём, ребят. Ой, чувак, 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 чувак. Ты нашёл тыкву? Да, я нашёл, она у тебя здесь в сундучке была. В сундучке? Окей, бежим домой. А ну-ка, давай. А вот, держи тебе тыковка. Опа, а зачем ты её поставил? Ой, Супер Древотрон 3000, подожди, нужно дырку в полу заделать. Так, ладно. Мы вытаскиваем отсюда книгу. Пошла нафиг, она нам не нужна. И теперь мы начинаем колдовать. Ух ты! Посмотри! Мне кажется, эта штука сейчас все стёкла выбьет. А ну-ка. Это облако страха. Посмотри, а ну свинозомби заживало, капец. Жесть, только не направляй меня, пожалуйста, я аж на секунду ослеп. Ты ослеп? Так, готов? А-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ба-бам! Но в меня-то зачем? Да нет, я не в тебя, подожди, оно всквозь тебя пройдёт. Так, настраиваем, настраиваем. А, кстати, давай кое-что проверим. А ну можешь с той стороны встать, где крыжовник там растёт? Не, эта штука через стену не проходит, блин. А через стекло, может, пройдёт как-нибудь? Не ломай стекло. Летит, летит. Через стулья проходит, через стену не проходит, к сожалению. Но довольно-таки крутое божественное заклинание, ребят. Для следующего божественного заклинания, для заклинания материализации, так сказать, нам необходимо создать что? Правильно, кожаный шлем. И при помощи него мы сможем что-то наколдовать. Тебе интересно, что? Подожди, то есть при помощи кожаного шлема ты хочешь создавать предметы? А что ты можешь создать, кстати? Не знаю, сейчас проверим так. Дырдыдыц, опа, нифига себе. Смотри, что сделал. А что ты делал? Дед Мороз, где твоя борода? Что это такое? Я же тебе верил всегда, всю свою жизнь. Дай подарок. На, подарок тебе дарю. Ничего себе, посибочки, спасибо. Пожалуйста, пожалуйста. Я вообще супер-супер волшебный бургер. Волшебный бургер. Так, теперь самое, знаешь, самое божественное заклинание, которое только есть. И на самом деле его можно использовать в очень многих крутых штуках. Для этого нам понадобятся куриные яички, которые я обычно разбиваю и выбрасываю. Но сейчас они мне нужны как никогда. У тебя есть? По-моему, где-то были, сейчас поищем. Нашел? Да, братишка, на, держи. При помощи этого заклинания я делаю яичко. Пойдем за мной. Ну и что ты теперь сделаешь? Мне яйцами, что ли, закидаешь? Видишь вампира. Блин, вампир, реально. Колдую, 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 колдую. Давай, 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 давай. Э, еще наколдую. Нет, Крипер? Не заколдовалось что-то. Ладно, давай попробуем со скелетом. Так, скелет, здравствуйте. Колдуем, 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 колдуем. Пожалуйста. Сейчас должно получиться, я верю. Блин, у меня столько уровней уже сожрало это заклинание. Так, ладно, давайте кого-нибудь менее безобидного. Допустим, зомбика. Я колдую. Все, ты видишь? Что такое? Ничего себе. Во, яичко. Короче, то есть ты типа как его в покебол, что ли, заточил? Я теперь могу его, опа, и призвать? Да, давай попробуем на пауке. Так, на паука наложилось заклинание, готов. Так, теперь здравствуйте, здравствуйте. Уровень весь закончился, капец. Это заклинание столько сожрало моего уровня. Ребят, прямо сейчас напишите в комментариях, стоило это того или не стоило. Мне кажется, не стоило. Вот всего, всего двоичка сделали и все. Капец. Кстати, есть еще одно заклинание. Все хотят богами стать. Зачем? Чтобы разбогатеть, правильно? Конечно, да. Да. Видишь золото? Так, то есть ты сейчас будешь какать золотом или что? Давай, давай, ты сможешь, сможешь. Так, не понял. А ну-ка на тебя. Чего ты головой машешь? Сзади, сзади на тебя напали. Так, ладно, я попробую свинозомби превратить в золото. Давай. Так, я понял, не работает. А что если я возьму, допустим, кусочек золота или обычное золото? Может что-нибудь тогда получится? Колдовство давай. Так, скрипер, я понял, как это работает. Иди сюда. Пойдем к той горе, сходим. Я кое-что покажу. Посмотрим. А, то есть ты сейчас, типа, очень быстро добудешь ресурсы или что? Нет, 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 не так это работает. Смотри. Видишь камень? Эть, опа. Офигеть. Чел, специально для этого я сделал свою суперкрутую современную кирку. Давай, добывай. Так, погоди-ка. Я умер. Если у меня не хватает уровня для того, чтобы выполнить это божественное заклинание, я начинаю умирать. Капец. Ну что, получилось добыть? Как у меня все получилось, чел? Ну это прям невероятно классно. Ты можешь буквально камень превращать в золото. Ты представляешь, какими пакетами мы сможем с тобой стать теперь в Майнкрафте? Вау. Блин, это реально круто. Так, скрипер, а знаешь, какое самое последнее божественное заклинание? Опа. Мы зомби были, все что угодно было. Даже можно было золото получать. А что теперь? А где я? А где ты? Я превратился в зомби. Я иду к тебе, я иду к тебе, привет. Ладно, пойдем на второй этаж. Что за бред? Ладно, ладно, я шучу. Я на самом деле просто маскировку активировал. Очень крутая штука. Блин, яйца призыва зомби, это тоже очень круто. Мне это прям безумно нравится. Кстати, ребят, кто не помнит, давным-давно у нас были специальные магические посохи. И на самом деле они безумно сильно сюда подходят. То есть, допустим, посох ветра. Ой, о, дракон вырос. Вау, крутенько, давай полетаем на нем. Только один на нем может летать. Так, седло бы найти сначала. Где ты здесь лежал? Я добывал на стриме. Во, седло, четко. Так, давай-ка, дракончик, сажаемся. У-у-у, посмотри, какой он крутой. Офигеть, ребят, ну я думаю, это заслуживает вашего лайка, дракон Драга. Ё-моё, так, скрипер. Эй, я тут, бро, нет-нет-нет-нет, пожалуйста, не кусай меня. Так, ладно, дракончик, сидеть. Смотри, во-первых, у меня есть вот такие вот божественные заклинания. Допустим, я могу сделать вот так, и ты начнешь отравляться. Ну, ничего прикольного в этом нет, честно говоря. Потом огненный шарик, вот такой огненный пшик, так сказать. Нет-нет-нет. Ладно-ладно. И, в-третьих, это ураган. То есть, я могу запустить ураган, и тебя уносит просто. Вот, ребят, набежите прямо сейчас в комментариях, какие посохи вам нравятся больше. Вот этот вот один, который многофункциональный. Или вот эти вот разные посохи, такие обычные, магические. Но это прям божественные, потому что, во-первых, перемотка времени. Мы можем перетаскивать, перетаскивать солнце и луну. И это, по-моему, безумно круто. Не, знаешь, честно говоря, я голосую за посох со временем. Потому что мы можем переместиться в прошлое, менять время суток, вообще что угодно здесь делать. Да? Это, на самом деле, очень классно. Поэтому я за него голосую, ребята. Кто-то тоже, пишите в комментариях. И ладно, ребят, я думаю, на этом можно закончить этот безумно крутой ролик. И если он вам понравился, то обязательно влепите лайк и подписывайтесь на наши со Скрипером каналы. Да, ребята, конечно же, нажимайте на колокольчик. И не забывайте оставлять ваши комментарии. С вами был Скрипер Скрэч. Всем удачи и всем пока. Всем пока-пока, ребят.